В 2017 году в Российской Федерации начинающие фермеры, планирующие заниматься животноводством, будут получать гранты для дальнейшей реализации своего хозяйства. И в Рассказовском районе немало достойных фермеров, которые, начав все с нуля, достигают своих целей самостоятельно. Грант лишь помогает быстрее прийти к цели. А как все начиналось, с чего достигли и какие планы на будущее у начинающих фермеров, смотрите в нашем сюжете. Животноводство сегодня оценивается как одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства. На создание и развитие крестьянско-фермерского хозяйства из регионального бюджета выделяют деньги. Начинающим фермерам это очень кстати. На них можно приобрести необходимую в хозяйстве технику, скот или зерно. Егор Пятница пошел по стопам отца. Как разводить гусей, он знает уже давно. Сначала купил дом, где можно содержать стадо, а затем стал подготавливать необходимые документы для получения гранта. Грант получили и сразу же приступили к покупке необходимой техники. Сначала у нас было одно стадо из 150 гусей. То есть, когда получили грант, мы его закупили. Еще гуся от вырастили, еще получили племенной стадо. То есть, довели до 4-40 поголовья гусей. Конечно, всегда есть куда стремиться и много еще, что нужно сделать. Но основное, то есть, мы построили помещение для птицы. Мы закупили инкубационное оборудование, чтобы водить гусят. Мы купили небольшой грузовой автомобиль, чтобы перевозить корма, гусят и так далее. Купили электростанцию для того, чтобы при отключении электроэнергии у нас всегда автономно мы работали. Мы закупили поголовья. Необходимое оборудование и есть, как и стремление расширить свою деятельность. Такая кропотливая работа Егору Пятнице нравится. Ведь когда работа доставляет удовольствие, в конечном счете результаты дадут о себе знать. Все с нуля начинал Юрий Осичук. Начал заниматься козоводством неожиданно для себя. Сначала приобрел двух коз, а потом стал набирать стадо. Небольшая ферма семьи Осичук обеспечивает молоком, творогом, сыром и маслом все соседние села, город Рассказово. Также молочную продукцию закупают и в Тамбове. 40 лет прожили, почти ничего не знаем оказывается про такой продукт. И когда все это изучили, решили этим заниматься вплотную. То есть подумали, что если мы про него не знаем, значит про него, что найдутся обязательно люди, которые тоже про него не знают. А продукт этот у себя на столе иметь обязательно нужно. И все, начали заниматься. Опять-таки покупать каких коз. Долго решали. Решили сразу заводить породистую, займинскую породу. Сейчас Юрий Осичук подготавливает необходимые документы, чтобы получить грант для дальнейшего развития хозяйства. Он купил дом в удобном для разведения коз месте. Рядом большой поле, лес, чистый воздух. Какие-нибудь сложности возникают? Конечно возникают. Сложности возникают. Во-первых, нужно заниматься вообще сельским хозяйством просто как бизнесом практически нереально. Это нужно иметь в виду, что у вас это должно быть образом жизни. Если у вас образ жизни такой, вот вы к этому расположены, добро пожаловать в путь. У вас обязательно получится усердие, трудолюбие, целеустремленность, где-то немножко везение. Молоко, кефир, йогурт и различные виды сыра и другие молочные продукты жена Юрия делает сама. Выискивает рецепты, делает все из натуральных продуктов. Ручной труд всегда больше ценился. Ведь угоститься домашней продукцией всегда приятно, зная, что она натуральная. Фермеры – это человек, работающий в сфере производства, сельскохозяйственных благ и товаров. Профессия фермера имеет много интересных особенностей. Это не просто каждодневная, рутинная трудовая деятельность. В первую очередь, это состояние души и любовь к природе. Алена Миронова, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва.